25 мая. Долгожданный день для выпускников. В этот день во всех школах страны прозвенел последний звонок. Это праздник счастливый и грустный одновременно, ведь с этого момента перед ними открывается новая жизнь, полная всевозможных открытий, которые дают возможность воплотить в реальность мечты и планы. Последний звонок — это только запятая. Впереди выпускные экзамены, поступления в ВУЗы. Обращаясь к выпускникам, в своем поздравлении глава государства выразил самые добрые пожелания. Возможности, которые создаются сегодня в системе образования, несомненно, дадут хороший результат в будущем. Руководитель страны подчеркнул — молодое поколение нового Узбекистана — наша надежда и опора. Золотой фонд — поистине бесценное богатство. О волнительном событии не только для самих выпускников, но и для родителей, педагогов и наставников — далее в программе. Узбекистан — поистине молодая страна, несмотря на глубокие корни и историю в несколько тысяч лет. И, пожалуй, самая яркая иллюстрация этого юного настроя в масштабе страны — это, безусловно, молодежь. В своем поздравлении всем выпускникам глава государства, конечно же, делает ставку на новые поколения, отмечая их целеустремленность, знания, способности, называя их сыновьями и дочерьми нашей Родины, при этом подчеркивая, что они — наша надежда и опора. Золотой фонд — поистине бесценное богатство нового Узбекистана. Говоря о структурных преобразованиях, стоит отметить, что только в прошлом году в 789 школах были проведены строительные и ремонтные работы на 3,3 триллиона суммах. Делая акцент на масштабной духовно-просветительской работе, глава государства в который раз озвучил необходимость воспитания настоящих личностей, патриотов своей страны. Литература, искусство, спорт — вот чем должна быть наполнена жизнь молодого поколения. Сегодня во всех общеобразовательных учебных заведениях страны прозвучал последний звонок. Выпускники попрощались с родной школой, любимыми учителями. Говоря о кардинальных изменениях в сфере, отмечалось, что на сегодняшний день школьное образование превратилось в поистине общенародное движение. Помимо 10 тысяч государственных школ, в стране функционирует множество учреждений на основе государственно-частного партнерства. Президентские, специализированные, творческие школы. В этом году общеобразовательные школы оканчивают более 390 тысяч учащихся. Говоря о городе Ташкенте, эта цифра составляет более 31 тысячи. Среди них золотой медалью оканчивают 783 учащихся, серебряные — 96. В начале нашего мероприятия зачиталось поздравление вашего уважаемого президента, обращенное нашим ученикам, что дало им еще раз почувствовать всю ответственность, которая на них возлагается. И я надеюсь, что в этом году 80-90, а может и 100% наших выпускников обязательно поступят в высшие учебные заведения. Мы чувствуем не только ту ответственность, которую он на нас возложил, но мы чувствуем его поддержку. И это дает нам еще больше сил, еще больше стимула продвигаться дальше и вносить в свою влепту, в развитие нашего нового поколения и строить наш новый Узбекистан вместе. Сегодня настал день прощания со школой. Мы всех учителей благодарим за доброту, за их внимание, за их терпение и знания. Сегодня мы услышали поздравление нашего президента. И это было нам мотивацией в будущем стать самыми лучшими специалистами. И мы обещаем оправдать его доверие и надежду. В особой атмосфере прошло мероприятие в школе имени Абдуллы Кадыри. 25 мая, последний день школы, я очень сильно волнуюсь. Эта школа повлияла на меня положительно. Я очень рада, что учусь в этой школе, горжусь. И вчера я прочитала поздравления Шавкета Мюзиоева, нашего президента. Он дал нам большую мотивацию. И я поставила себе цель, что буду больше стараться и больше учиться. Немаловажно. Уже есть определенные итоги, результаты комплексной системной реформы. Это выражается и в количестве медалей, завоеванных учащимися на международных предметных олимпиадах. Их число увеличилось в три раза. На региональном уровне в два раза. В рамках проекта 1 миллион программистов 900 тысяч учащихся освоили основы программирования, получив соответствующие сертификаты. Я выбрал IT-сферу, и в этом, естественно, помогла школа, потому что тут довольно большой выбор дается. Большой вклад идет в развитие образования в Узбекистане. Многим не обязательно ходить на дополнительные курсы, ведь все это можно выучить в школе. Конечно же, если стараться. Для этого созданы все условия. Учиться становится как интереснее, так и полезнее во много раз. В этот волнительный для нас день, когда по всей республике звучит последний звонок для 11-х классов, для выпускных классов, хотелось бы сказать слова благодарности нашему президенту. Благодаря созданным возможностям, которые на сегодняшний момент в нашем новом Узбекистане есть, мы развиваем творческих людей, людей с потенциалом. Узбекистан – страна с поистине огромными возможностями. 162 вуза, профессиональные школы, колледжи, техникумы позволяют сделать свой выбор и получить настоящую, перспективную путевку в достойную, благополучную жизнь. Охват высшим образованием в этом году достиг 38%, против 9% – в 2016 году. Президент нашей страны Шавкад Миронович Мирзюев. Я хочу поблагодарить его за высокую оценку большого потенциала нас, молодежи, и поблагодарить за все приложенные усилия для развития образования в нашей стране. Благодаря его реформам и усилиям в нашей стране сейчас развиваются все виды образования, как и дошкольное, так и высшеучебное. Также, благодаря его усилиям, в нашей стране функционируют 162 высших учебных заведений, не только государственных, но и частных. Я попробовал свои силы и досрочно поступил в университет Webster, филиал американского университета в Ташкенте. Но моя главная цель и мечта – поступить в Университет мировой экономики и дипломатии, чтобы прославлять свое государство и развивать его на мировой арене. В нашей стране созданы все условия, чтобы получить знания. В первую очередь мы благодарим президента Республики Узбекистан. Спасибо нашим учителям за их усердный труд, за то, что всегда нас поддерживали, мотивировали. В дальнейшем я хочу стать врачом и внести достойный вклад в развитие нашей страны. Последний звонок всегда в волнительном мероприятии, полное ярких впечатлений, неожиданных сюрпризов и трепетных чувств. Сегодня особенный день и для воспитанников школы-интерната номер 100 Алмазарского района столицы. 324 ребенка с инвалидностью получили подарки от президента. Это современный автобус, автомобиль, Volkswagen и необходимые для учащихся инвалидные коляски, одежда и другие подарки. Такое внимание к мальчикам и девочкам, которые, несмотря на инвалидность, стремятся учиться, достигать успехов и прославляют нашу страну в спорте и других сферах, можно считать еще одним примером воплощения в жизнь принципа честь и достоинства человека превыше всего. Учитель — это не просто профессия, это призвание. В руках этих людей луч, ведущий к знаниям, к покорению новых вершин и достижений. Глава государства регулярно отмечает необходимость достойного стимулирования труда наставников, улучшения условий для работы и жизнедеятельности. Я проработала в системе народного образования уже 30 лет. Из них 15 лет в начальных классах. Несмотря на то, что я проработала столько лет, в этот день всегда чувствуется огромное волнение. Когда слушаешь песню про школу, когда смотришь выступления детей, всегда сердце не может оставаться равнодушным. С каждым годом у нас все улучшается и в школе, и в Узбекистане. Все делается для того, чтобы учительский труд стал легче. Шапкат Мироманович Мерзияев поздравил всех выпускников, учащихся с окончанием учебного года. Это было очень трогательно. И что особенно приятно, высоко ценил труд тех людей, которые работают в образовательной сфере и готовят наших юношей, девушек. Видно было, что это не просто высокопарные слова, что это действительно было сказано человеком, которого по-настоящему заботит будущее его страны, его народа и подрастающего поколения. Выпускников школ впереди ждут ответственные рубежи. Для достижения конкретных целей им необходимо приложить все свои силы и энергию, знания и потенциал. Только так можно найти ключ к покорению вершин. Ведь окончание школы – это вступление в замечательный и еще более ответственный этап – самостоятельную жизнь.